Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну вот и пришло время долгожданной встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Ну и, конечно же, события в Израиле, конфликт вызывают огромный интерес и дискуссии по поводу, ну, вы знаете, победы, поражения, что нужно было сделать, как нужно было бы сделать, что можно было бы сделать, что сделано так, что сделано не так, так что нам никак не обойти эту тему. Да, я прекрасно понимаю, безусловно, Сергей, действительно, самая горячая тема сегодняшнего дня. Вчера, собственно, вчера ночью у нас наступило перемирие, прекращение огня, и, конечно же, уже с утра люди в социальных сетях и в средствах массовой информации ломают копья на тему «Кто победил?» и «Кто проиграл?». И здесь я бы хотел действительно начать с этого, а потом уже попробуем подвести какие-то итоги. Но для того, чтобы понять или попробовать, скажем так, я хочу предложить нашим радиослушателям самим сделать вывод о том, кто победил и кто проиграл, но для того, чтобы они могли сделать этот вывод, я бы хотел показать эту ситуацию немножко не с привычного нам ракурса. Мы об этом тоже потом поговорим во второй половине, может быть, сколько там чего подбили, какие результаты, а увидеть эту ситуацию как бы в целом глобально. И начать, конечно, нужно снова с причин. Мы говорили об этом ещё в прошлый раз, что, конечно же, самая главная, основная причина того, что произошло, это смена времени Трампа на время Байдена. Администрация Байдена всеми своими шагами, действиями, заявлениями и перекачкой финансов в Рамалу, к Абумазану и в Газу, в Хамасу, показала, что теперь она на стороне палестинских арабов, палестинских террористов и Ирана. И это неминуемо должно было привести вот к тому, к чему это привело. Но второй вопрос возникает, почему именно сейчас? Почему не неделю, допустим, месяц назад или через месяц ещё? И вот здесь как раз уже начинается некоторая менее понятная ситуация. То есть мы говорили в прошлый раз, что, конечно, причиной была вовсе не попытка израильского правительства защитить права на владение, еврейские права на владение в квартале Шимона Цадики, русалимском квартале, с которого как будто бы всё началось. И уж скорее, если мы говорим о том, что было триггером непосредственным, то это борьба, как бы кто больше ненавидит Израиль, борьба за очки в жестоком обществе палестинских аравок между Фатхом, Абумазаном в Рамале и Хамасом в секторе Газа. Но есть ещё один момент, о нём мы тоже, мне кажется, говорили в прошлый раз. И на мой взгляд, по мере того, как проходит время, мы понимаем, что именно он был главной причиной. Я расскажу об этой причине подробнее, потому что именно из этого мы сможем сделать вывод, собственно говоря, я уже сказал, вы сможете сделать вывод сами, наши слушатели и зрители, о том, кто же всё-таки победил в этом противостоянии. Так вот, мы говорили с вами о том, что, возможно, со временем мы узнаем, что действуя в позволении и по наводке иранского руководства, Хамас развязал эту свою нынешнюю кампанию против Израиля именно сейчас только потому, что его главари, главари Хамаса и их иранские хозяева отчаянно пытались добиться только одного. Они старались помешать депутату Кнессета Мансуру Аббасу осуществить своё обещание предложить парламентскую поддержку следующему правительству Израиля, каким бы то ни было, правым или левым. Мансуру Аббас, кто это такой? Мы говорили о нём уже несколько раз. Мансуру Аббас — это лидер исламской, исламистской фракции РААМ, состоящей из четырёх депутатов, и он на сегодняшний момент остаётся едва ли не самым загадочным персонажем нынешнего Кнесса. Он говорит о том, что да, он мусульманин, более того, он представляет как бы исламское движение, что, по сути дела, является фракцией братьев-мусульман. Но он говорит, мы не хотим террора, мы хотим интеграции, и мы хотим быть частью этого правительства, потому что пришло время, чтобы евреи и арабы жили и существовали вместе в мире и в сотрудничестве. И вот вопрос, держит ли он евреев за дураков, рассуждая о еврейском-мусульманском сотрудничестве с одной стороны и оставаясь при этом верен жихадистским убеждениям братьев-мусульман с другой, или он на самом деле искренен. И, по сути дела, вот это его последний год, когда он открылся таким неожиданным образом, это было выражением, проявлением соглашений Авраама, тех самых соглашений Авраама, Трампа и Натанияу, но уже среди израильских арабов, которые решились заключить с евреями настоящий прочный мир. К сожалению, правда, кто он, Мансур Аббас, от нас над нас пока что скрыта. И на фоне жесточайших погромов, которые учинили израильские арабы против евреев по всей стране вот в последние 10 дней, сейчас совсем не время основывать правящую коалицию на человеке-загадке вроде Мансура Аббас. Но если у нас, у израильтян, Аббас вызывает недоумение, я буду часто говорить «Аббас», я хочу, чтобы вы понимали, я говорю не о Махмуде Аббасе, который в Рамале, главе Фатха, главе автономии, а о Мансуре Аббасе. Это совершенно другой человек, это глава фракции в нашем Кнессете, вот эта самая фракция исламистов, которая вдруг год назад начала совершенно новую политику. И возможно, это было действительно проявлением соглашения Авраама на уже земле Израиля. Так вот, если у нас, израильтян, Аббас вызывает недоумение, то для Хамаса лидер партии Рам стал настоящим кошмаром. Вы удивитесь, эти исламисты, те исламисты, те и другие братья-мусульмане, что произошло? Каковы бы ни были его фактические намерения, очевидно, что Хамас и его партнёры и сторонники полагают, что Мансур Аббас действительно действует добросовестно, когда он выглядит о необходимости сотрудничества с евреями. А значит, считают они, он является для них самой серьёзной угрозой, с которой когда-либо сталкивалась их долгая политическая война против Израиля. В речи, произнесённой в столице Катара Дохи 15 мая и переведённой на английский язык, соответственно, как бы на остальные языки мира, центром Мемри, израильским центром, который мониторит исламских террористов самых разных, разных уровней мастей. Так вот, главарь Хамаса Исмаил Хания, он, кстати, ведь всё это время не находится в Газе, он живёт себе припеваючи в Катаре, зачем ему миллиардеру-то там сидеть? Он прокомментировал значение нынешней войны, развязанной его организацией. И хотя он ни разу не упомянул вслух имя Мансура Аббаса, из текста его речи было совершенно ясно, что мысли главаря Хамаса основательно заняты именно Мансуром Аббасом. Хания заявил, что главной целью Хамаса в этой войне было уничтожение самого понятия истинного мира между арабами и евреями в Израиле, понимаете? Вот что он сказал. Иерусалим объединяет нас, он говорил об арабах, конечно. Сегодня географические барьеры исторической Палестины снесены. Я цитирую. Сегодня Палестина ведёт антифаду от Роша-Никры, это город на севере Израиля, до Илаты, это город на юге Израиля. Они, он имеет в виду нас, евреи, изгальтян, думали, что 70 или более лет могут убивать дух принадлежности к этой стране, в нашем народе, на оккупированной ими в 1948 году земле, то есть в суверенных границах Израиля. Они полагали, что наш народ утратил свою самоидентификацию и ассимилируется в сионистском образовании. Но сегодня наш народ в границах 1948 года, то есть арабы, граждане Израиля, стал тем, кто защищает мечеть Аль-Акса. Именно он ведёт антифаду против оккупантов и поселенцев. То есть оккупанты и поселенцы — это все израильтяне, не только жители Иудеи и Самари, но вообще всего Израиля. Сегодня, мои братья и сёстры, продолжал Ханья, некоторые теории крушатся, некоторые, напротив, выстраиваются заново. Сосуществование двух народов в границах 1948 года, теорию, которую они, то есть мы, израильтяне, культивировали в течение 70 лет, «Разнесена теперь пух и прав нашими сыновьями и нашим народом в Лоде, Рамле, Бак-эль-Гарби, Галилей, Негиве, Рахапе, Бэршеве и Цфате. Цфат наш!» — кричал Ханья. Ось, которую поддерживает Хамас, она начинается в Иране, пролегая через Катар и Турцию, Сирию и Ливан, а затем тянется дальше, на Запад Европейский Союз и прогрессистским активистам и законодателям Демократической Партии США. Мы об этом с вами говорили много раз. Вернёмся к нашим делам. Азмиб Шар. Был такой депутат Кнессета, он был главой партии Балакт. Сейчас эта арабская партия входит в конгломерат трёх партий, противостоящих Раму Мансура Аббаса. Так вот, Азмиб Шар был депутатом Кнессета, и он бежал из Израиля в Катар незадолго до того, как его должны были арестовать за государственную измену и шпионаж в пользу Хизбаллы во время Второй Ливанской войны. То есть в 2006 году, будучи депутатом Кнессета, он шпионил, передавал важную информацию, ту, которую располагал в Хизбалле, за это его должны были арестовать. Но он бежал из Израиля, с тех пор живёт в Катаре и сегодня является старшим советником Эмира Катара. Так вот, в интервью телеканалу «Эль-Араби» на прошлой неделе Бшара обсудил расширяющиеся связи между американскими левыми и осью Хамаса и Ирана. И Бшара заявил, что мнимая поддержка Израиля президентом США Джо Байденом, видите, он совершенно честно говорит, всё открыто, мнимая поддержка Израиля президентом США Джо Байденом является пережитком его 40-летнего пребывания в Конгрессе. По словам Бшары, в годы длительного перебывания Байдена на Капиталистском холме Конгресс контролировался сионистским лобби. Узнаёте такую классическую антисемитскую постановку нарратива «Сионистское лобби, которое правит с Конгрессом». И поэтому у Байдена просто не было другого выбора, как придерживаться этой линии. Бшара выяснил то, что он представил как рабскую преданность Байдена сионистскому лобби. Байден, напомнил он, это тот, кто сказал, что необязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. Это странное заявление сделал Байден, смеясь, сказал Бшара. Сегодня же, утверждает Бшар, ситуация в Вашингтоне полностью изменилась. В конечном итоге, продолжал он, продолжал Бшара в своём интервью, мы должны полагаться на рядовых членов Демократической партии. Среди этих активистов больше арабов и мусульман. Там больше афроамериканцев и левых. Эти люди стали мощной группой давления внутри Демократической партии и других местах. Мы должны довериться им только срочной перспективе. Люди, которые откровенно воюют с Израилем, Ось, Иран и Хамас, эти люди совершенно чётко говорят, наши друзья — это прогрессисты Демократической партии, которые сегодня там правят бал. Те самые упомянутые Бшары, арабские, мусульманские, чёрные и левые активисты, заседающие нынче в Конгрессе, на этой неделе выступили за Бшару и за эту Ось Ирана и Хамаса и его соратников по этой вот как бы конгломерации. И присоединились к Рашид Тлаев, Александре Акасио-Кортес и Кельхан Амар, примерно ещё дюжина законодателей, которые совершили свой как бы такой вот коллективный каминг-аут, выход из шкафа и открыто выступили уже с юдафобских позиций. Законодатели-демократы переняли классический антисемитский язык, вот тот, на котором говорит Бшара, когда осудили Израиль как государство партиида, отрицая само право его на существование и развернули кампанию давления на депутата Грегори Микса, демократа из штата Нью-Йорка, который председатель комитета палаты представителей по иностранным делам. Что они хотели от Микса, вы знаете. Они требовали остановить санкционированную уже продажу Израилю высокоточных ракет на сумму 735 миллионов долларов. И чтобы сорвать эту попытку остановки, потребовалась ещё более мощная кампания давления на Микса со стороны лидера большинства, Стэнни Хайера, демократа из штата Мэрилен. И хотя Хайеру удалось избежать прямой атаки на американские военные поставки Израиля, то есть сорвали эту попытку не дать Израилю, сам факт того, что прогрессистские антисемиты в демократической фракции вообще вынесли этот вопрос на повестку дня, где он сейчас и находится, свидетельствует о том, что сегодня именно они определяют отношение к Израилю в демократической партии. И их подход начинается с утверждения о том, что Израиль — это зло, государство партиида, и страх остальных демократов перед своими коллегами антисемитами настолько велик, что на этой неделе все демократы проголосовали против дополнительной помощи Израилю, и каждый из них проголосовал против введения санкций в отношении Хамаса. Понимаете? То есть не дать Израилю больше поддержки и ни в коем случае не осуждать Хамас. Вот позиция демократов. Потому что сегодня демократической партии правят бал те, о которых Аз Мебшара, враг Израиля, живущий в Татарии, представители ТАССИ, Хамаса и Ирана, говорит о том, что это наши союзники. И вот Хамас и Иран почувствовали, что Мансур Аббас, возвращаемся к Мансур Аббасу из нашего Кнессета, стал для них угрозой, которую следует остановить любой ценой, пусть даже войной, и нужно эту угрозу уничтожить, поскольку он стал для них выражением соглашения Авраама внутри Израиля. Понимаете? А в сознании иранского руководства и его марионеток из Хамаса именно соглашения Авраама являются ультимативной и самой серьезной военной и политической угрозой ядерным и вообще гегемонистским амбициям Ирана. Именно поэтому стратегической целью иранского режима стало стремление любой ценой уничтожить эти соглашения вообще и в частности сорвать вот это сближение израильских арабов и евреев. Почему? Соглашения Авраама, ведь они стали формальной основой для оперативного партнерства, которое развивалось с 2006 года между Израилем и суннитскими арабскими государствами, которым, как и Израилю, угрожает Иран. Официально закрепив эти связи, соглашения Авраама как бы раскололи арабский и исламский мир на два лагеря. В первый лагерь вошли Иран, а также государства и террористические группы, которые либо являются союзниками Ирана, либо просто подконтрольны ему. Там же находятся, например, Турция, Катар, Хамас, Ливан, Сирия, Йемен. И это враждебные силы, которые включают в себя также враждебные из Израиля силы, политические силы на Западе, которые поддерживают этот лагерь тоже. И все вместе они настаивают на том, что еврейское государство, Израиль, является величайшим источником нестабильности и основным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке. Понимаете, это их главная идея. И это не только Иран и Хамас, это и также левые на Западе. А второй лагерь состоит из Израиля и тех арабских государств, которые понимают, что величайшей угрозой мира и безопасности на Ближнем Востоке представляет не Израиль, а Иран. Арабские страны, входящие в этот лагерь, включают себя в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Судан и Марокко. Эти государства арабские верят, что в союзе с Израилем они смогут сдержать и, может быть, в конечном итоге даже победить иранскую экспансию. До официального оформления соглашения Авраама в прошлом году лишь иранский лагерь был, по сути, представлен на международной арене. И вот антиизраильский, проиранский нарратив, утверждающий, был на просторах от Тегерана до Калифорнии. Но с момента подписания соглашения Авраама в сентябре прошлого года иранский лагерь был вынужден занять оборонительную позицию. На брифинге для прессы во вторник пресс-секретарша Байдена Джейн Псаки дала понять, что нынешняя администрация США даже, как бы, она точно так же недовольна соглашениями Авраама, как и иранцы, и палестинские арабы. Потому что в ответ на вопрос репортера о мирных усилиях администрации Трампа Псаки сделала вид, что соглашения Авраама просто не существует. И вот что она сказала. Помимо выдвижения мирного предложения умершего ещё по дороге, сказала Псаки с насмешкой, мы не думаем, что они действительно сделали что-либо конструктивное для окончания давнего конфликта на Ближнем Востоке. Понимаете? То есть миллиардные договора, которые сейчас обогащают Израиль и Эмираты, их нету на самом деле, с точки зрения Псаки. Их нет. Нету этого мира, который установил. Нет сотен тысяч, наверное сотни тысяч уже израильтян, нескольких сотен тысяч израильтян, которые побывали в Эмиратах. Нет мирного соглашения с Марокко, с Суданом и Бахрейном и с Эмиратами. Нет особых отношений с Саудовской Аравией. Вздорное заявление Псаки, оно опровергло все надежды на то, что Байден когда-либо предпочтёт союз со странами-участницами соглашения Авраама оси Ирана и Хамаса. То есть он чётко на стороне оси Ирана и Хамаса, а страны, которые вошли в союз соглашения Авраама, они просто для него как бы не существуют. Нет для него соглашения Авраама. И подобно тому, как администрация Байдена отказывается даже произносить сам термин соглашения Авраама, она настаивает на полном игнорировании их политического значения для государств региона, их военной способности, военной способности соглашения Авраама сдержать иранскую экспансию. И всё же, несмотря на мощное давление, которое было оказано на страны-участницы соглашения Авраама с целью заставить их отречься от своих связей с Израилем, с тех пор, как Хамас развязал свою войну, эти страны, по крайней мере, пока война уже закончилась, и эти страны не дрогнули. Эмираты Бахрейна и Марокко сделали очень мягкие заявления о войне Хамаса, и Марокко направило гуманитарную помощь в сектор Газы. Но ни в одной из стран-участниц соглашения Авраама не пришли антиизраильские демонстрации, как прежде это бывало. Более того, лидер Судана Абдельфатах Альбурхан обсудил этот вопрос в интервью «Франс-24», такая телекомпания французская, на арабском языке, в начале этой недели. И вот по его словам нормализация, он имел в виду нормализацию, как бы суданскую нормализацию, нормализацию отношений между Суданом и Израилем, не имеет ничего общего с правом палестинских арабов на создание своего собственного государства. То есть, он говорит, у арабов палестинских, конечно, у них есть право на создание собственного государства, но при чем тут мы? У нас просто дружба с Израилем, нормализация. Нормализация, говорил Бурхан, это примирение с международным сообществом Судана, который был раньше Парли, и с Израилем как часть международного сообщества, типа, что вы, какие тут проблемы? Дав ясно понять, что Судан не поддаст давлению и не разорвет отношения с Израилем. Аль-Бурхан добавил, что решение сохранить отношения с Израилем является суверенным решением Судана, не арабская лига, не какие-нибудь братья-мусульмане или кто-нибудь еще, которые недавно были, правили бал в Судане. Нет-нет-нет, у нас есть суверенное решение нашего государства, нам это выгодно, и мы будем дружить с Израилем. И по его словам, так сказать, вот так оно все и будет. С самого начала было ясно, что поскольку Израиль не намерен вводить в газ войска, то есть наземной операции не будет, потому что здесь, может быть, нужно нашим слушателям разъяснить ситуацию, почему было понятно, что не будет наземной операции. Потому что наземная операция, которая будет стоить жизни израильских солдат, и многих, и вся от как можно. Чем она будет закончена? Мы остаться там не можем. Не потому, что мы не можем там остаться физически, мы, конечно, можем, но у нас, внутри нашего общества, нет консенсуса по поводу того, что мы должны там остаться. И уж тем более, конечно, нам не выстоять против международного давления, которое организуют Байден и другие левые, которые будут требовать оттуда, чтобы мы ушли оттуда. И если мы не готовы там оставаться, то просто зайти, чтобы потом уйти, зачем? Зачем погибать там нашим солдатам? И мы поговорим об этом как бы более подробно во второй части, я надеюсь. Но пока что, просто скажем, было с самого начала понятно, что мы заходить в газу на земной операции не будем. И поэтому Хамас сможет заявить о своей победе вне всякой связи с тем, каким тяжелым окажется ущерб, нанесенный ему израильскими ВВС. Мы об этом ущербе тоже сегодня поговорим чуть позже. И надо понимать также, что после того, как администрация Байдена выложила на стол в Совете Безопасности ООН угрозу обсуждения Израиля уже самые первые дни конфликта, стало ясно, что Израиль не сможет долго тянуть время, если Байден публично потребует прекращения огня. Поэтому Израиль избегал прямых заявлений о том, что он будет рассматривать как победу в этом противостоянии. И все же, несмотря на умышленное отсутствие ясности, Израиль вполне может выйти из этого раунда победителем. И вот здесь мы доходим как раз до того, с чего мы начали. И два параметра определят, по сути дела, кто выиграл этот виток войны. Во-первых, если Верховный суд Израиля встанет на сторону закона и признает права собственности еврейских землевладельцев в квартале Шимона Цабиб, он же Шейджарах, как вы слышите в СМИ, это решение нанесется крушительное поражение оси Ирана и Хамаса, равно как и их американским европейским сторонникам, настаивающим на том, что у евреев нет права на собственность, просто потому, что они евреи. Я объясню, напомню. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что в квартале Иерусалимском Шимона Цабиб, он же Шейджарах, есть комплекс зданий возле места, которое считается традиционным местом захоронения Шимона Цабиба, еврейского праведника и персонажа нашей древней истории. Этот комплекс был куплен евреями ещё в XIX веке. И в XX веке, в 1982 году арабы, которые там живут, признали, что это не их собственность, что это собственность принадлежит евреям. Никто даже не отрицает, это абсолютно ясная ситуация. Они просто там живут и не хотят выселяться. И обжалуют каждое решение суда. И вот это дошло уже до Верховного суда. И Верховный суд должен был вынести ещё неделю назад это решение. На самом деле, там выносить нечего. То есть, бывают сложные ситуации, бывают неясные ситуации. Вы понимаете, как в суде земельный муж. Но здесь ситуация предельно ясная. И все, в принципе, понимают, что есть еврейские хозяева, есть сквотеры, которые залезли туда без... как бы не имеют права там жить арабские. Их нужно выселить. И совершенно не важно, что одни арабы, другие евреи. Это имущественный спор. И Хамас, когда он начал свою войну под предлогом того, что он защитит арабов, живущих в этих зданиях, он как бы настаивал на том, что у владельцев зданий нет права вернуть себе это имущество, потому что они евреи. Потому что евреям нельзя туда возвращаться. Вот арабы должны там жить. И те американские, европейские левые, которые поддержали этот нарратив, они, по сути дела, поддержали чисто хамасовский, антисемитский, юдафобский нарратив, что в праве в споре имущественном, если что-то принадлежит евреям, то можно эти права как бы отнять. Так вот, если Верховный суд сделает то, что положено ему сделать, рассмотрев эти документы, в которых всё ясно как день, это не кейс даже, это просто очевидно, и вынесет решение о том, что он не может арабы должны уйти, евреи должны вернуться, то, по сути дела, та объявленная причина хамаса, за которой он заварил всю эту кашу, она будет снята с повестки дня. Но это не всё, это только один параметр. Второй параметр, если соглашения Авраама переживут эту войну, и связи между Израилем и его арабскими партнёрами продолжат расширяться и углубляться, то именно хамас и его партнёры окажутся проигравшей стороной. Понимаете? После всего, что было, после подсчёта всех потерь, мы поговорим об этом во второй вопросе, после перерыва, потери наши, потери арабов, кто столько потерял, кто что обещал, кто что получил. Два параметра, всего два параметра. Если выселят арабских захватчиков еврейской собственности, потому что это не их земля, и вернут туда евреев, и если соглашение Авраама продолжит развиваться вот с теми странами, с которыми это подписано, израильтяне продолжат ездить в Дубай, и многомиллиардные контракты продолжат между Дубаем, между Эмиратами, Израилем развиваться и раскручиваться, то, значит, у Хамаса и у Ирана разрушить эту связь не вышло. Да, им удалось остановить сейчас то, что назревало между евреями и арабами внутри Израиля, но если им не удастся разрушить отношения подписанных соглашений уже с Израилем и других стран арабских, то, значит, по большому счёту они проиграли, а выигравшие стороны, конечно, опять израильны. Но мы, как я уже сказал, сами наши слушатели, следя, отслеживая те события, которые происходить будут в ближайшее время у нас, смогут сделать этот вывод уже самостоятельно. Сергей, я думаю, нам нужно будет сделать сейчас только последняя фраза, может быть, я хотел ещё сказать, что касается Мансура Аббаса, с которого мы начали, время покажет, друг он нам или брат. Но надо понимать, что его политическое выживание, выживание этой идеи осуществления соглашения Авраама внутри Израиля, это, конечно, безусловно, наш национальный интеллект. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Мы действительно сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернёмся, продолжим. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить к нам в студию, по телефону 847-400-5200 сразу после рекламы. С момента запуска ракет «Хамас» у человека есть от 15 до 60 секунд, чтобы добраться до убежища. По заказу Министерства обороны Израиля ККЛ и American Forum for Israel собирают средства на строительство мобильных бомбоубежищ. Спасите жизни израильтян. Пожертвования можно сделать на сайте AmericanForumForIsrael.com или по телефону 718-434-09-90 718-434-09-90 AmericanForumForForIsrael.com Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Если не возражаете, Александр, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я уже живу более 30 лет в Америке и впервые почувствовал угрозу существования Америки, когда кандидатом президента встала Обама. Но левой прессе удалось подслушить его кандидатуру, и люди поверили ему и избрали его президентом. Но, к сожалению, мои опасения оправдались, потому что Обама оказался тем троянским конем, который создал БЛН и иранское лобби в совительстве с Хума, Веден и Керри, которые и создали сегодняшнюю очень сложную ситуацию в Америке в конечном итоге. Я понимаю, уже с самого первого дня существования Израиля многие арабские страны, в том числе СССР и Россия, пытались уничтожить Америку, но, я имею в виду Израиль, но им этого не удалось. И вот у меня такое впечатление, такое опасение, что Мансур Аббасу тоже уготовили роль Обамы, которого сейчас все хвалят, говорят, что он Абрамовский, это туда-сюда. Но вот как представители, как вы можете себе представить, что вот солдат Израиля может пустить араба, который одной ногой он может контактировать с Хамасом и так далее, и все ваши секреты будут сливаться и в Иран, и так далее, и тому подобное. И лучше, у вас же и так достаточно таких шпионов, скрытых евреев, как Шимон Перес, Либерман и так далее, зачем вам еще? Это головная боль, Мансур Аббас. Спасибо. Окей, я попробую вкратце сказать, сейчас это не актуально. То есть сегодня, после того, что произошло, Мансур Аббас не будет частью израильского правительства, и он останется в оппозиции, и правительство никаким образом не будет зависеть от этой самой фракции исламистов. И с самого начала Мансур Аббас и не претендовал на то, чтобы быть, например, министром обороны или чего-нибудь еще. Он говорил, что он приходит и сотрудничество его, собственно, заключалось в одной очень простой и на самом деле очень понятной вещи. Он сказал, у нас, у нашего арабского общества в Израиле есть проблема, и эта проблема криминальные кланы, мафиозные кланы, которые держат в страхе и евреев, и нас арабов. Эти кланы, которые, собственно, вот сейчас подняли восстание внутри Израиля и устраивали все эти погромы. И Мансур Аббас на протяжении года говорил, я хочу войти в правительство, чтобы у меня были правительственные полномочия по разгрому этих кланов. То есть, в общем-то, как бы речь не шла о том, что он хочет оторваться до военных секретов Израиля. Ему это и не нужно было. Снова, мы не знаем, морочит ли он нам голову или он действительно такой вот как бы необычный персонаж. Но изначально он не говорил о том, что он хочет играть в большую политику. Он сказал, дайте мне государственные инструменты, чтобы я навел порядок и уничтожил мафиозные кланы, которые портят жизнь нашему арабскому обществу в Израиле. Поэтому отсюда и до проблем с службами безопасности очень далеко. Ну и тогда давайте продолжим. Не будем отвлекаться на звонки. Может быть, в конце передачи, если останется время на звонки. Хорошо. Когда заканчивалась рекламная пауза, я услышал рекламу, на мой взгляд, очень важную. Предлагалось давать пожертвования на переносные бомбоубежищи. Возможно, я подумал, что многие из наших слушателей в Америке не очень понимают, что это такое, потому что бомбоубежище, все понимают, это такой бункер, который из бетона, и как можно сделать переносное бомбоубежище. Так вот, поскольку я видел такие переносные бомбоубежищи, я вам хочу сказать, что действительно это очень важная и очень хорошая вещь. Это такие похожие на иглу, я бы сказал, на огромную перевернутую чашку, штуки, которые с узкой дверью, которые можно за несколько часов расставить в нескольких местах на улицах города и потом точно так же поднять их с помощью машины с краном, увезти это. И это вещь, которая реально спасает жизнь. Потому что, окей, конечно, если ракета попадет прямо в эту самую иглу, то, скорее всего, она от прямого попадания не защитит. Но если речь идет о ракете, которая падает рядом и разлетается огромным количеством осколков, то именно такое переносное бомбоубежище защищает от них. И поэтому моя ремарх в том, что, да, действительно, это очень важная и хорошая вещь. И то, что есть организации, которые сейчас собирают деньги для того, чтобы построить в городах, подвергавшихся до сих пор обстрелом со стороны Хамаса, такие вот бомбоубежи, которых можно быстро развернуть, это очень важный и полезный вещь. Теперь, разве же мы об этом говорили... Александр, там все-таки масса звонков поступает, я не могу отказать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Спасибо, что вы меня взяли на Фейсбуке вчера. Мое имя Алекс Басов. Но я к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, немножко отвлечься, потому что это просто... Жизнь у вас продолжается, у вас через пару недель будут выборы в президент государства Израиль, и мне просто интересно ваше мнение, кого вы предпочитаете, я имею, я имею мнение, наверное, наверное, я надеюсь, Перец, Мариан Перец, который потеряла двух сыновей, в войне, и очень такая приятная, милая женщина, мне кажется, очень подходит быть президентом государства Израиль. Вот, и о касающемся Ближнего Востока этого конфликта, вы думаете или вы считаете, что было что-то другое, ну, не знаю, даже более эффективное что-то, ну, что, зайти войсками, это были бы колоссальные потери в Израильской армии, Израиль никогда на это не... Он действительно ценит своих людей, ценит своих солдат. Мы помним, что произошло с Голдой Мэйр, после войны Йом-Кипур, как ее на нее люди показывали пальцами, ее обвиняли в смерти двух тысяч израильских солдат. Вот, открепите мне, пожалуйста, интересное ваше мнение насчет будущего президента государства Израиль. Спасибо вам большое и вам всего самого лучшего. Спасибо. Окей. По поводу войны, как лучше было воевать, я отвечу сейчас очень коротко, потому что, может быть, у нас потом будет время более подробно сказать. Я считаю, я не великий военный профессионал, но я абсолютно полагаюсь на мнение в данном случае нашего военного командования, то есть начальника генштаба, министра обороны и премьер-министра, которые считали, что мы достигли всех наших целей, как тактических, так и стратегических, с помощью авиаударов, без наземной операции, и на мой взгляд, они абсолютно правы. То есть я с ними абсолютно согласен. Что касается института президентства в Израиле, я хочу напомнить нашим слушателям, что в отличие от США, где президент самое главное административное лицо в стране, в Израиле так сложилось исторически. Президент — это что вроде британской королевы. То есть это больше для церемониала. Это церемониальная должность. Обычно туда попадают как бы политики, которые выходят на пенсию. И на этот раз у нас есть как бы все так... Была корона, были выборы бесконечные, потом война. И, по сути дела, как-то правый к Нессете совершенно не подготовились. И у нас сейчас два кандидата в президенты, которые выборы президента будут очень скоро. Теперь выбирают президентов КНЕСа. То есть 120 депутатов КНЕСа выбирают президента. У нас будет два кандидата. Один из них довольно молодой и совершенно непутёвый бывший глава партии труда. Ицхак Герцог. Он всё, что... Почему он вообще лезет в президенты? Потому что он вылетел из политической карьеры, он угробил свою партию и потерял свою политическую карьеру. Но его отец или дедушка, я вот даже не знаю, может быть, отец был президентом Израиля, был очень неплохим президентом Израиля. Так сказать, отец его отца, то есть отец президента, который у нас уже был, Герцога, он был раввином Ирландии, по-моему. Сам вот этот президент был очень достойным человеком, хотя и левых взглядов, но тогда всё было иначе. И вот его сыночек, видимо, сынок, а не внук, он рвётся, так сказать, тоже в президенты, и, в общем-то, за ним нет ничего хорошего. О его недостатках можно говорить долго и долго, тем более мне, как человеку правых взглядов, есть практически всё, что он делал, и всё, о чём он говорил, кажется плохим и неправильным. Но его конкурентом является не представитель правого лагеря, а вот то, что называется для разнообразия, это действительно Мирьям Перец, которая вообще не является политическим деятелем. Мирьям Перец это израильский общественный деятель и стала на общественном деятеле после того, как у неё с перерывом 12 лет в войнах Израиля погибли два сына. То есть сначала первый её сын пошёл в армию и погиб, потом через 12 лет пошёл второй сын в армию и погиб. И это, конечно, страшно. Вы можете представить себе какое страшное потрясение для женщины потерять двух своих сыновей. И после этого она не сломалась, а стала заниматься общественной работой по улучшению имиджа Израиля в мире. То есть она ездила по миру, она рассказывала об Израиле, она собирала пожертвования для армии, для разных хороших проектов и создала себе действительно имидж человека, во-первых, не связанного с правым или левым лагерем, во-вторых, человека, который действительно делает что-то хорошее для Израиля и символизирует вот эту вот любовь к жизни и внутренний оптимизм несмотря ни на что. И, конечно, когда мы говорим о том, что это не политическая должность президента, это должность, которая на ней не лежит никакая ответственность, не нужно быть там человеком, принимающим сложные решения. И мы выбираем между мелким политическим деятелем на исходе, на излёте своей карьеры и замечательным человеком, тут даже нет вопросов, что именно мир империцы, на мой взгляд, должна стать президентом Израиля. Станет ли она? Большой вопрос, потому что снова, как я сказал, выбирает не народ, а выбирает депутат Кнессета тайным голосованием. Опросы, которые показывают нам сейчас разрыв такой, то есть если бы общество выбирало, то 70% жителей страны хотят мир империцы, и 20% чем-то хотят Ицхака Герцога. Но, поскольку тайное голосование, Кнессет, это всё-таки одна команда, одна корпорация, они все друг друга знают, у них у всех какие-то есть «Я тебе, ты мне», может получиться, что в итоге станет Ицхак Герцог, это, конечно, будет ужасно грустно, это ничего страшного, потому что, как я уже сказал, он не сможет ничего плохого сделать на этом посту. Нужно было быть Шимоном Пересом, чтобы сильно напортить, пока Шимон Перес был президентом, он ещё у нас был президентом, он много чего натворил. Но такое бестолковое существо, как Ицхак Герцог, плохого ничего сделать не сможет, но гораздо лучше было бы, конечно, чтобы это место было бы у Мирьям Перес. Ну и всё-таки давайте заканчивать. Хоть и звонки, но у нас времени остаётся буквально 10 минут. Окей, я постараюсь уложиться. Итак, я хотел сказать немножко как бы о статистике и о том, что мы преуспели, в чём мы преуспели, в чём они преуспели. Начнём с того, что, может быть, для наших слушателей надо повторить, стратегическая цель Хамаса это ликвидация Израиля. Это нужно понимать очень чётко. У террористов, палестинских арабов нет цели построить государство рядом с нами. У них есть цель построить государство вместо нашего. И поэтому любые уступки, на которые в прошлом шоу Израиль, ничем не заканчивались, потому что они отвергали всё. Потому что, по сути дела, как бы всё, что им на самом деле нужно уничтожить Израиль. И это стратегическая задача Хамаса. Тактическая задача Хамаса была, как мы уже сказали, разрушить вот это самое намечающееся сотрудничество с существованием евреев-арабов и показать себя в арабском обществе как покровителем Иерусалима, запугать Израиля. Для этого они начали эту войну. Стратегическая цель Израиля по-хорошему, как я её понимаю, это, конечно, освобождение сектора, то есть возвращение сектора газа под израильский контроль без тех арабов, которые там живут. Только это обеспечит нам долгосрочный мир. Но сегодня это нереально. Это нереально и потому, что в обществе нет консенсуса на эту тему, и потому, что Израиль, даже если был бы консенсус, не выдержал бы давление международного, которое бы на него оказывалось. Поэтому тактическая цель, реальная цель Израиля, которую можно было поставить, это, по сути дела, если говорить простым дворовым языком, выбить Хамасу зубы, но оставить его полуживым. Почему он нам нужен полуживым? Хотя бы на время Байдена. Потому что пока есть Хамас, он воюет не только с Израилем, он воюет еще и с Махмудом Аббасом в Рамале. Есть Фатх, есть Хамас, и когда нам говорят идите и уступайте, мы говорим, ну хорошо, хорошо, мы уступим, только кому? Кому из этих двух крокодилов вы хотите, чтобы мы что-то уступали? Пусть они между собой договорятся и станут одним крокодилом. И вот пока эти два крокодила живут и грызут друг друга, в общем-то, принцип разделяя власть которую никто еще не отменял. Поэтому Израилю нужно было с одной стороны нанести как можно более сильный удар по Хамасу, с другой стороны оставить его в живых в секторе Газа, по крайней мере на те годы, пока Байден будет висеть над нами как дамокловым мечом. И вот забегая вперед, я не знаю, поскольку времени у нас еще совсем мало остается, сегодня Бенни Ганс, министр обороны, и я должен признаться, я не люблю Бенни Ганс, он для меня представитель левого лагеря, он вредил правительству Натанияу, он ставил палки в колесах, но во время этой войны он вел себя, я бы сказал, идеально. То есть мы видели тандем, министр обороны, премьер-министр и глава армии действовали просто как часы, как часовой механизм. И претензий к Бенни Гансу на посту министра обороны вот сейчас во время этой операции у меня нет. Так вот, он давал интервью про странное довольно сегодня, как и премьер-министр, и как глава армии тоже. И что услышали жители Газы и на чём они сакцентировали, на чём они обратили внимание в его словах? Сказал он следующее, он сказал так, во-первых, лидеры военного Хамаса, их есть Сануар и Мухаммад Дейв, которых мы не уничтожили сейчас в этой армии, в этой операции, пусть они помнят, что мы их продолжаем хотеть уничтожить. Если они высунутся, мы их грохнем. То есть перемирие, не перемирие, кончилось, не кончилось, мы их грохнем. И то же самое касается, сказал он, и высшего генералитета в Хамасе. То есть они сейчас сидят в бункерах, мы до них не добрались, они прикрываются детьми, но если только они зазвиваются, мы как бы ещё не закончили в этом смысле. Теперь, что он сказал ещё? Он сказал, больше не будет такого, что они могут позволить себе не то что ракету выпустить, а не шарик, если пошли, опять шарик зажигательный, то это будет означать, что всё кончилось, и мы снова их бомбим и метелим так, как это было сейчас. И, наконец, последнее он сказал, если они хотят, чтобы газа начала восстанавливаться экономически, чтобы потягли какие-то деньги, чтобы они могли там отстроить разрушенную всю инфраструктуру, то надо начать говорить о возвращении останков наших солдат, которых они там держат как заложник. То есть это не живые люди, это останки наших солдат. Для Израиля и это важно. Хамас до сих пор говорил, освободите наших террористов, мы вам отдадим тела ваших солдат, даже остатки тел. Теперь Израиль говорит, вернёте нам наши тела, тогда мы будем говорить о том, что туда въезжает, что не въезжает, как вы восстанавливаетесь и так далее. Теперь я не знаю на самом деле, в какой мере это выступление Брэнни Ганса было политическим или, так сказать, реальным. То есть он строил себя и показывал, какой он большой молодец, или это действительно позиция, которую будет придерживаться наше правительство. Или, может быть, это вообще было толкование наших соседей из Газа, которые это услышали в его выступлении и это вынесли в социальные сети. Мы увидели, что они на это обратили внимание. Надо разбираться. Но если действительно так, как они это услышали, то вы сами понимаете, что эта операция однозначно закончилась в нашу пользу. Теперь немножко о статистике. Израиль, по сути дела, уничтожил в секторе Газа практически всю, весь боевой актив Хамаса. То есть у Хамаса были склады ракет, эти склады практически полностью уничтожены. Самое главное даже не ракеты, пусковые установки. Большая часть пусковых установок уничтожена. У Хамаса были военно-морские силы, такие котики Хамаса. И у них были еще маленькие миниатюрные подводные лодки беспилотные, такие, чтобы можно было подводить к кораблю и взрывать. Все это уничтожено у Хамаса тоже. У Хамаса были беспилотники, которые они пытались запускать на территорию Израиля. Это кончилось очень быстро, когда они послали такой беспилотник. Наши ребята его заглушили. Этот беспилотник, вот те люди, которые работают с беспилотными аппаратами, они знают это, они понимают. Когда беспилотник лишается управления, он что делает? Он возвращается к себе обратно, туда, куда его запустили. Дорогой, хороший беспилотник. И вот дорогой, хороший беспилотник, который запустили Хамасники, начиненные взрывчатые. Он понял, что он лишен управления, и он вернулся туда, откуда они его запускали. И там взорвался вместе с ним. И после пары таких раз стало понятно, что, в общем, они ничего не могут с нами сделать. Дирекционные туннели, которые у них были, уничтожены. Та туннельная система, которая была под газой, 100 километров этой туннельной системы уничтожена, причем сейчас она еще нашпигована обуглившимися телами боевиков, которые туда залезли. Короче говоря, все, что они пытались против нас выступить, было 7 угроз с воздуха, 2 угрозы с моря, их боевая подводная лодка, беспилотная, продержалась ровно 4 секунды, до тех пор, пока ее не уничтожили вместе с теми, кто ее запускал. То есть ничего, что они пытались против нас сделать, не сработало, ну кроме ракет, и то 90% ракет, как мы знаем, железный купол снес. После того, что они высыпали на нас 4,5 тысячи ракет, у нас 11 человек погибло. Значит, из них 3 гражданина иностранных государств, Индии и 2 тайландца, еще пара арабов, которые израильские граждан, и вот один солдат, остальные гражданские лица Индии. То есть потери с нашей стороны, мы как бы понимаем, что любая потеря для Израиля очень ценная, очень дорогая, и мы скорбим, но вы же понимаете, 4,5 тысячи ракет за 10 дней и 11 погибших. На той стороне они говорят, что у них 200 погибших и 1000 раненых, судя по всему, все гораздо больше. Я знаю, Сергей, у нас уже закончилось время, да? Нет, у нас еще есть минутки, наверное, 2,5-3. 2 минуты, хорошо. Так вот, с одной стороны, разрушены инфраструктуры Хамаса, с другой стороны, что очень важно, уничтожены его как бы возможности восстанавливаться, потому что были отстреляны не только командиры бригад. Что такое командир бригад? В Газе вся Газа поделена на округа, фактически как бы фронты. И каждый такой фронт это отдельное подразделение Хамаса. И вот 5 из таких руководителей как бы фронтов, они просто уничтожены. Командиров более нижнего зрения, около 20 уничтожены. Это то, что только нам известно, потому что ещё неизвестно, сколько лежит в этих туннелях. Когда достанут трупы и опознают, то станет понятно, сколько всего они потеряли. И получается, в общем, что всё, что они хотели плохого нам сделать, они не сделали. Всё, что у них, боевого актива, который у них был, уничтожен. И всё, из чего они могли восстанавливать его, например, инженеры, эксперты, специалисты, аппаратура, которая они в течение многих лет натаскивали, контрабанды к себе, всё это тоже уничтожено. И по-хорошему, сейчас, когда они начнут осознавать, чем всё закончилось, они поймут, что Хамас отброшен лет на 10 назад. Сама ГАЗа тоже ушла назад на целое поколение по разгрому своих инфраструктур. И как бы это послание не только для Хамаса в ГАЗе, но и для Ирана и Хизбаллы, которые вдруг увидели, что вот всё, что у них было, все эти активы, беспилотники, морские беспилотники, туннели диверсионные, это же как бы всё, что было у Хамаса, это же всё Иран научил. И теперь оказывается, что всё это не работает. И не потому, что они такие глупые, а потому, что израильтяне просто очень умелые и опытные. И таким образом получается, что несмотря на то, что в Израиле сейчас левые средства массовой информации и оппозиция, которая пытается свалить на Натаньяо, как бы обвинить его во всём, в чём только можно, и в том числе в том, что он якобы проиграл войну, она воет и создаёт ощущение у жителей страны и, может быть, у жителей за пределами Израиля, что, мол, всё пропало, всё погибло, мы всё проиграли. На самом деле, если мы смотрим на пакты, на разрушение инфраструктуры Хамаса, на уничтожение его возможностей восстанавливаться, на то, какие сейчас выдвигают условия, говорят, один шарик прилетит, и всё. Мы будем считать, что ничего не случилось. И есть ещё один маленький момент, последний, я скажу. Обычно Хамас заканчивал такой виток войны, когда уже, допустим, в 2 часа ночи наступает перемирие, за 5 минут до 2 часов ночи ракетный залп очень сильный, очень серьёзный, который приносит много жертв, а Израиль уже всё, кончилось время, отвечать невозможно. И поскольку Израиль знал о таких фокусах Хамаса, то через Египет им было объяснено, что вот если такое произойдёт, то будут уничтожены вот такие-таки цели инфраструктурные, и мы будем считать, что никакого перемирия нет, всё пошло правильно. И они этого не сделали. То есть они стреляли до последнего по ближним посёлкам, по ближним городам, но большого массивного залпа, который должен был накрыть центральные районы Израиля с плотным населением, их не произошло. То есть Хамас, по сути дела, сдал все свои позиции, все свои угрозы, которыми он грозился, так и бахал кулачками, всё это выпущен, весь парк выпущен, все зубы выйдет. И возможно, что даже у тех людей, у которых сейчас создалось впечатление, что вот не было флага над Рейхстагом, не подняли флаг над разрушенной газой флаг Израиля, и значит не победили. Так вот, даже у этих людей возможно через некоторое время начнёт формироваться ощущение того, что то, чего мы добились, оно гораздо больше и важнее, чем условный флаг над условным разрушенным бункером, которого мы получили. Александр, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова